Мы продолжаем наше занятие сценарного бюро кина в студии Ласточкина. Второе занятие будет посвящено некоторым практическим рекомендациям относительно того, как организовать свою работу с текстом. Сценарий достаточно объемный текст, то есть по разным системам записи, есть американская, есть европейский объем сценария полнометражного фильма, он плюс-минус 100 страниц. Из расчета, что одна страница равна примерно одной минуте экранного времени. 100 страниц текста — это, я вам скажу, одна третья часть романа в 600 тысяч знаков, которые издательства берут для публикации, то есть достаточно объемный труд. А теперь представьте себе, что этот сценарий изложен в одном документе, вы его не видите весь, то есть для того, чтобы, например, расставить все акценты, для того, чтобы расставить все события. А у нас драматургия, а не проза, у нас все построено на событиях, на действиях, на явлениях, на поступках. У нас нет авторского текста, то есть объем воды в сценарии вообще минимальный по умолчанию. И вот представьте себе такой объемный текст и как в нем, собственно говоря, наводить порядок. Существует несколько принципиальных правил того, как, собственно говоря, приступать к написанию сценария. Правило первое — никогда не начинать писать первую сцену, первую картину без того, чтобы у вас дома в рабочем кабинете не была, например, высвобождена стена для того, чтобы вы могли туда прикреплять скотчем или, я не знаю, кнопками. Карточки или листы формата А4. Для начала эти листы, они, конечно же, описывают эпизоды, то есть входная-выходная точка и что происходит внутри. Ну, например, герой просыпается утром, входная-выходная точка из эпизода и краткое содержание буквально одним предложением. Вот это содержание такой карточки. И вот вы, прежде чем открывать ноутбук, прежде чем открывать текстовый редактор и начинать что-то писать, вы должны увидеть всю историю целиком. Начинать написание сценария без того, чтобы представить хотя бы на уровне эпизодов, то есть не 100 страниц, но, например, хотя бы 20-25, когда вы опишете ключевые эпизоды вашей истории. Вот без этого приступать к написанию сценария категорически не рекомендуется. Кроме того, когда вы выложите у себя на стене эти карточки или листочки и увидите всю историю во времени, что такое разложенное на стене. Это разложенные так же, как на монтажном листе, сцены снятые, только еще не снятые и не написанные. Как только вы увидите всю историю и поймете временные интервалы между эпизодами, а еще если, например, у вас будут несколько таймлайнов, шкал времени, связанные с героями, например, главный герой, главная героиня, главный антагонист. В романтических комедиях главная героиня и антагонист – это практически одно и то же лицо, достаточно часто. И если вы разложите событийный ряд, связанный с тем или иным героем, с героями второго плана, с, например, событиями общего окружающего фона. Наши герои живут же в каком-то окружении, они живут в какой-то стране, в какое-то время, в каком-то городе, там могут происходить разные события. Они тоже накладывают определенный отпечаток на саму историю. И вот если вы разложите ваши карточки на стене, еще разнося по разным сюжетным линиям, то у вас еще до начала написания документа возникнет ощущение того, что вы историю увидели. Естественно, вы будете очень четко представлять себе последнюю картину, которая по структуре, собственно говоря, является третьим актом. После обязательной сцены, после кульминации, после решения всех вопросов. Но об этом, о самой структуре, как ее понимать для полнометражного фильма, обращаю внимание. То есть есть фильмы, которые имеют так называемую сериальную специфику. Там очень много сюжетных линий и они все разнесены таким образом, что вот эту структуру, которую я в следующем занятии изложу, можно сразу и не прочувствовать. Мы обсуждаем структуру полнометражного фильма длительностью 90-100-120 минут, который описывается сценарием в 100-110 страниц и который имеет определенные особенности в написании. Кстати, после того, как вы разнесете ваши карточки на стене и после того, как вы увидите вашу историю, вы, естественно, начнете писать. Совет технологический, заключающийся в том, что каждую сцену нужно писать в отдельном документе. Сценарий ваш будет выглядеть в виде папки. Каждая сцена будет пронумеровано 001, 002, 003 и название сцены. Фактически, название сцены – это содержание карточки, где вы описываете события, происходящие без входной и выходной точки. Например, герой просыпается утром, героиня поехала на вокзал. И вот, название документа, номер сцены и его краткое содержание. И вот такие документы на каждую сцену вы раскладываете в вашей папке и фактически в самом ноутбуке папка повторяет ваши карточки, выложенные на стене. Как только у вас видение каждой сцены внутри вас детализируется максимально, вы сможете приступить к написанию любой сцены в любой последовательности и сделать ее максимально эффективно и качественно, не думая в этот момент над общей структурой, потому что она у вас уже выстроена. Спасибо за внимание.